Информация о сходе лавины в Домбае поступила в региональный МЧС 18 января в 13.30. В считанные минуты многотонная снежная масса накрыла часть горнолыжной трассы на высоте 2700 метров. На пути лавины оказались кафе и два пункта проката горнолыжного инвентаря. Резкий хлопок, где-то 40 человек забежало в кафе-встречи. Люди сказали, сходит лавина. Мы вышли и, собственно, увидели, что с соседнего кафе крышу принесло. Первыми на место происшествия прибыли бойцы спасотряда, работающего на склоне. Сразу же к ним присоединились волонтёры из числа отдыхающих и местных жителей. Часть людей, оказавшихся под лавиной, смогли самостоятельно выбраться, в том числе шестеро туристов. А в тот момент выходил с проката с туристами. В дверях задержался, туристы чуть прошли. Увидел просто облако белое. Подумал, просто ветер, метель. И в прокат зашёл. Был грохот туда-сюда. У нас щёкла повыбивало. Брёвна залетели. Смотрим. Туристов закопало по поясу. Адам начал их откапывать. Двух туристов. Ну, по поясу около проката в дверях. В принципе, всё. Потом, что, всё сбежали, начали откапывать. Кого-то искать. В первые минуты информация о количестве возможных пострадавших сильно разнилась. Назывались цифры от 4 до 12 человек. А потому в режим повышенной готовности были приведены все медицинские службы региона. Медицинские службы полностью готовы к приёму пациентов, если это будет необходимо. Мы находимся здесь. Четыре машины и три резервные автомобили скорой помощи с бригадами готовы к приёму пациентов. Больница и районная, и участковая Тибердинская тоже подготовлена к приёму пациентов. Все находятся в режиме повышенной готовности. По оценкам экспертов, объём лавины составил 500 тысяч кубометров снега. Высота снежного покрова, засыпавшего склон, составляла от полутора до пяти метров. Кроме этого, спасательные работы осложнял сильный снегопад и мороз. В связи с наступлением тёмного времена суток и неблагоприятными погодными условиями поисково-спасательные работы завершены. К сожалению, был найден один погибший. Работы будут восстановлены с наступлением светлого времени суток. Мы отрабатываем все версии, в том числе сегодня мы вечером с сотрудниками полиции отрабатываем все гостиницы, все частные места размещения для того, чтобы меморизировать мероприятия, которые могли бы нам подтвердить, что у нас там наверху не осталось ни одного гражданина. Погибшим оказался местный житель 1949 года рождения, работавший на склоне. По факту его гибели следственные органы Карачаева-Черкесии возбудили уголовное дело. После установления первоначальных обстоятельств, произошедшего следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Карачаевой-Черкесской республике, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы. Изымается интересующее следствие документация. Накануне вечером в посёлок Домбай выехал глава республики Рашид Тимрезов. Он на месте провёл совещание республиканского оперативного штаба, созданного для ликвидации последствий исхода лавины на горе Муса-Ачитара, и заслушал информацию всех ответственных подразделений, участвующих в поисковых работах. Очень оперативно отреагировали все спасательные службы, и МЧС, и МВД, волонтёры подключились. Более 200 человек сегодня были на горе до завершения поисково-спасательных мероприятий. Завтра проведём заседание оперативного штаба, где и следственные органы дадут оценку тому, что сегодня произошло. И посмотрим, как сработали противоловинные службы, как сработали органы местного самоуправления, и, понятное дело, как сработали спасатели. Вечером на горячую линию поступила информация, что родственники не могут связаться с супружеской парой, отдыхавшей на курорте. Но спустя какое-то время они были обнаружены в посёлке живыми и невредимыми. В настоящий момент информации, что под снегом ещё могут оставаться люди, нет. Расчистка места схода лавины продолжается. В связи со сложной лавинно-опасной обстановкой катание на склонах Дамбая пока запрещено. Сохраняется прогноз лавинной опасности. Эрнест Чуков, Далиль Мирза, Архиз, 24.